Виталий Соломин – советский и российский актёр, одна из значительнейших фигур театра и кино. Его считали непревзойдённым исполнителем, мастером перевоплощения. На сцене и на экране он воссоздал ряд образов, которые до сих пор считаются эталонными, и только близкие знали его, как сомневающегося в себе актёра, внутренняя жизнь которого наполнена переживаниями. В детстве и юность будущий актёр родился в Чите. Его родители имели прямое отношение к творчеству. Зинаида Ананьевна и Мефодий Викторович были преподавателями музыки. Они не только привили сыну любовь к этому виду искусства, но и обучили его на игре на фортепиано. Впрочем, Виталий не стремился к многочасовым урокам за чёрно-белыми клавишами, так как в детстве ему больше нравилось заниматься в спортивных секциях. В 1959 году вслед за старшим братом Юрием Соломиным Виталий уехал в Москву, чтобы учиться в Высшем театральном училище имени Щепкина. Он попал на курс Николая Аненкова. Любопытно, что мир мог не узнать такого артиста. Будучи максималистом, он чуть было не ушёл из вуза после первого курса. Всё дело в том, что Соломин, привыкший учиться только на отлично, на одном экзамене очередной сессии получил хорошо, и его первым порывом было бросить занятия. Театр. Уже на втором курсе актёр дебютировал на профессиональной сцене малого театра в спектакле «Твой дядя Миша». Окончив училище, Виталий Соломин стал полноправным членом этой труппы. В театре он играл ярких героев русской классики – Астрова, Хлистакова, Протасова. Роль Чацкого в комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», по мнению критиков и публики, удалась ему особенно хорошо. В 70-х годах Соломин начал пробовать себя в режиссуре. Высоко были оценены его постановки «Живой труп» по пьесе Льва Толстого и «Мой любимый клоун» по повести Василия Ливанова. Кроме малого театра, около двух лет Виталий Мефодьевич сотрудничал с театром имени Масовета. Также актёр хорошо известен как литературный чтец. Фильмы. Первой киноработой и творческой биографией Виталия Соломина стала роль молодого филолога Боярцева в студенческой драме «Улица Ньютона, дом 1». У него было немного сцен, но опыт оказался полезным. И вскоре он сыграл Женю, сына главной героини в мелодраме «Женщины». Эта роль подарила Соломину первую популярность. Но всесоюзную славу принесла актёру роль правой руки знаменитого специалиста по дедукцией в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Партнёром Соломина стал Василий Ливанов. Первый фильм, состоящий из двух частей, вышел в 1979 году. Затем режиссёр Игорь Масленников снял ещё четыре картины, состоящие из нескольких серий. В целом, Ливанов и Соломин воссоздали на экране 14 произведений Артура Конан Дойля. Советская экранизация получила признание не только у отечественного зрителя, но и во всём мире. А на родине Шерлока Холмса дуэт актёров был официально признан лучшим из всех, кто пытался воспроизвести в кино образы знаменитого сыщика и его помощника. В качестве признания английское правительство инициировало установку памятника Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону на Смоленской набережной в Москве, напротив посольства Великобритании. Причём во внешности персонажей монумента безошибочно угадываются фигуры и лица Виталия Соломина и Василия Ливанова. Поначалу отношения на съёмочной площадке двух исполнителей главных ролей Соломина и Ливанова складывались напряжённо. К тому же актёры постоянно спорили с режиссёром, но со временем им удалось найти общий язык, а впоследствии и подружиться с семьями. Ещё одна культовая работа – фильмография Виталия Мефодьевича, мелодрама «Зимняя вишня». У актёра в этой картине неоднозначная роль женатого эгоиста, любовника Вадима Дашкова. Но Соломин сумел привнести в этот образ частичку себя и сделал Дашкова ещё и обаятельным человеком. Популярность картины особенно у женской половины зрителей привела к тому, что с промежутками в пять лет было снято два продолжения этой драматической истории. Также способствовали популярности актёра его комедийные роли в экранизациях классических оперет «Сильва» и «Летучая мышь» режиссёра Яна Фрида. В этих фильмах в полной мере раскрывается комический талант актёра, который привносит лёгкость и шуточность во в целом драматичную линию сюжета. «Личная жизнь» Виталий Соломин был женат дважды. Первой его супругой стала актриса Наталья Рудная. Они познакомились в 1962 году на студенческом спектакле, а через год стали мужем и женой. Впрочем, этот брак оказался быстротечным, а после развода Виталий Мефодьевич дал себе слово больше не идти под венец. Детей в этом союзе не было. В молодости оба думали больше о карьере. Путерудный и Соломина позднее не пересекались, и они никогда не виделись. Через несколько лет актёр проходил пробы для фильма «Городской романс». Туда же ассистент режиссёра пригласила студентку текстильного института Марию Леонидову, которую увидела на улице и предложила попробовать себя в кино. Соломин в актёрский состав картины не попал, а вот девушку заметил, сделал ей предложение, и в 1970 году они поженились. В семье родились две дочери – Анастасия и Елизавета. Младшая пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Несмотря на благополучие в семье, Виталий Соломин пережил два продолжительных романа с Еленой Цыплаковой и Светланой Амановой. Обе актрисы были его коллегами по малому театру. По воспоминаниям его супруги, впервые узнав об увлечении мужа, она так и не смогла решиться на развод. За что, в конечном счёте, Виталий Смефодьевич ей остался благодарен. Соломин обладал творческой натурой, ему необходимо было находиться в состоянии влюблённости, что понимала Мария. В более зрелом возрасте актёр пришёл к вере. Он крестился, а затем повенчался с женой. Смерть. Актёр страдал гипертонией, и эта болезнь дала о себе знать 24 апреля 2002 года, когда Виталий Соломин на сцене малого театра играл роль в спектакле «Свадьба» Кричинского. Плохое состояние он почувствовал в этот день ещё раньше, но всё же решил выйти на подмостки. Виталий Мефодьевич отыграл первый акт, после чего его пришлось уносить со сцены на руках. В больнице ему диагностировали инсульт, который был впоследствии назван причиной смерти звезды. Несмотря на то, что врачи более месяца боролись за жизнь, находившегося в коме актёра, его сердце остановилось. 27 мая 2002 года Виталий Соломин скончался и был похоронен на Баганьковском кладбище в Москве.